Приветствую всех на канале программфикс у микрофона Нетли. В этом видео я хочу рассказать вам о плагине Toko Graphics для Adobe Premiere Pro. Погнали! Ну а для начала нам нужно перейти по ссылке в описании под этим видео на Google Диск и скачать архив с нужными нам файлами. После того, как мы сделали все вышеперечисленное, мы открываем папку с исходными файлами. В открывшейся папке мы видим три папки. Первая это Toko Graphics, там находится все нужное для нормальной работы плагина. Также папка Tutorial, там находится мини-туториал о том, как правильно установить данный плагин. И третья это Font. В папке Font находятся все шрифты, которые нужны для правильной работы плагина. Первым делом мы открываем папку Font, нажимаем на склэш Ctrl-A и нажимаем установить. Далее возвращаемся обратно в график пак и копируем папку Toko Graphics 3.0. Переходим в поиск Windows и вводим здесь процент, апдата процент. У нас открывается папка Roaming. Здесь мы переходим в Adobe, Come on, Motion Graphics Templates. И сюда вставляем скопированную нами папку. Далее мы можем все закрывать и открывать Adobe Premiere Pro. Далее как у нас открылся Adobe Premiere Pro, мы создаем либо же запускаем любой проект, где мы хотим использовать данный плагин. Как у нас открылся проект, мы переходим в Windows, Essential Graphics. В открывшемся окне Essential Graphics в поисковой строке вводим Toko. И мы видим все, что находится в данном расширении. Это бэкграунды, шейпы, тайтлы, коллапсы, флэт-переходы, также градиенты, инографики, интерфейс-айкон, ловер-серды, оверлей-переходы, шейп-лайны, социал-медиа, месседж и обычные тайтлы. И также типографии. Теперь я хочу рассказать, как им правильно пользоваться. До этого мы после слова Toko вводим интересующую нас анимацию. Например, это будет тайтл. И вот мы видим все тайтлы, которые находятся в данном плагине. Мне понравился данный тайтл, так что я его просто зажимаю и переношу на таймлайн. Нажимаю Chance Sequence Setting. И вот у нас появляется такая анимация. Далее мы нажимаем на нее один раз левой кнопкой мыши. И переходим в окне Essential Graphics в Edit. И здесь открывается полноценная настройка данной анимации. Здесь мы можем поменять текст. Также мы можем поменять размер текста. И убрать ненужную надпись в правом верхнем углу. Также мы можем изменить цвет текста. И уменьшить или увеличить тайтл. И также данную анимацию очень легко и просто настраивать по длине видео. Мы просто берем, переводим курсор к краю анимации. И введем его в любую сторону, которая нам нужна. Например, я хочу, чтобы анимация длилась 15 секунд. Просто провожу. И наша анимация длится 15 секунд. Также я хотел показать, как настраиваются Flat переходы. Для этого мы пишем Toko Flat. Выбираем понравившийся. Например, это Flat Transition 3. Переносим. И он идет сразу со звуковым сопровождением. Переходим в центр перехода. Нажимаем на переход. И здесь мы можем настроить полностью все цвета перехода. И вот наш переход готов. Ну а я надеюсь, вам это видео понравилось. Вы, конечно же, поставите лайк. Подпишитесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Также оставляйте свои божественные комментарии. Извиняюсь, что меня не было так долго. У меня был очень крупный заказ. И мне нужно было время, чтобы его сделать. Всем еще раз спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok